Сегодня мы вершим Бог. Созданному Господи, помилуй меня. Почесайся, греши, Господи, проси меня, греши, помилуй. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да при царстве Твое, да будет воля Твоя, ехо на небесе, да земли. Хлеб наш насущий, даш нам днесь. И оставь нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое и царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Свою Сыну и Святому Духу. И ныне, при Своем, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Замоли ты при чистой Ти Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Очень всех на Тя, Господи, уковали. Ты даешь им пищу во благовремя и отверзаешь, и ты щедру руку, ты исполняешь всякое, животное, благоволение. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Посвяти и дары Твоей Словом истинной молитвы. Аминь. Аминь. Я небольшое слово скажу сейчас. На кухне урок прошли. Здесь Калиников уехал отсюда, в Италии. И он в свое время записал хороший ролик. Разговаривая с Сергеем Георгиевичем Козловым, парализованным, я дал, который 15 лет. И говорит, а как вы с Игнатьевым Тихоновичем познакомились? Он начал говорить, и я всех желаю узнать, он спросил этого Вячеслава Семенова. Положительно, отрицательно, положительно, отрицательно. Когда он наткнулся, я и принимаю этих прокурора, помпрокурора это. И он увидел, первый раз увидел, что так разговаривали с властью, и они сразу слушаются. А почему? Это женщины. Они чувствуют власть. Приезжает начальник уголовного розыска. Здесь ни разу не было, что он противозвещал. Почему? А это написано. У него власть приехала. Тут власти нет никакой. И каждый раз приезжает к своему человеку. Я узнал, у него там подчинение, он районный, а там сельским. И он им хвалится, я с человеком знаком. И привозят его познакомиться. Я же их вижу, что они. А что познакомиться-то? Я кое-что скажу немного о Боге. Мне братьям нехало стоять. Работать надо. Мы работаем на это. И все. Вот сегодня мы небольшой урок прошли на кухне. Как портятся продукты. Я вам другому хочу сказать. Наше ая еще состоит. Ну приятно, когда тебя хвалят. Ну что ты сделаешь? Ну, там говорит, человек прошел огонь и воды и медные трубы. Огонь и воды. Это испытания разные. Какие это были. Там разводы. Там я не знаю, что тут про нужно. Но медные трубы труднее всего переносятся. Это похвала. По хвалам глаза, как укус змеи. Это какой-то святой сказал. Да не библейское выражение. Но. И вот он говорит. Козлов Сергей. Я даже не знал про это. Он говорит в Италию. Знаешь, я устал от этого. Везде брешет и брешет и брешет и брешет. Одни брехуны. Он лежит парализованный. А общение имеет со всем миром. Его иконы разошлись по монастырям, по разным афонам везде. Там чудотворными считают даже, говорят. И селения. У православных уже замироточили туфли из Пиридона. У нас были поклонения. Сегодня народу много. С Пиридону туфли привезли. Да православные. Что угодно. Лишь бы Христа там не было. Я не отрицаю туфли, поцелую. Если она на благовестие. Каждый год его перенимают. От Ленина его перенимают через каждые три месяца. Новый костюм. Сколько он испортил, подлец. За это время. Вышла тогда на Валерия Новотворского. С Дюганом. Забери свою воблую на Залея. Ну вообще. Юмор. Здесь та же самая история. Если мы знаем. И справедливо похвалят. Внимание не обращают. Хвалу и хвалу приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Он ничего не знает. Если хвалят. О, если бы за мной все-то открыли. Что где-то. Ой-ой-ой. Хорошо, что не знают. Даже люди боятся на страшном суде. А что все будет показано. Все. От рождения до смерти. Вину не будет поставлен. Ты покаялся. Кровь Христа омыла. Но все раскроется. Книга. На каждого. Книга. А книга начинается не с двадцатого года жизни твоя. С дня рождения. Защатие может быть. И вот смотрите. Он увидел брехуны одни. И вдруг наткнулся на один из моих роликов. Его это буквально, как говорят, потрясло. Это как так разговаривают? Это власти. Это же невыгодно. Там проще. И он понял это. Вот у меня первая презентация книг была. Вышли первые. Сейчас я не могу ошибиться. Но, видимо, четыре тома. Замет. Я думал восемь. Но это на другой год попадет. Но четыре книги. По 750 без страницы. Заметно. Понятно. На дороге не валяется это. Где-то. И вот пришел к нам проректор учебной части Алтайского государства и технического университета. Семкин Борис Васильевич. Она еще знакомая. Савалей. Она как редактор. Главный редактор. Алтайский политехник этого института. Университета. Газета которой. Она говорит, он самый умный в профессорском составе. Но если самый умный, я почему-то подумал. Евреи. Это очень умная нация. Я не еврей. Но я признаю. И вот он пришел. Презентация идет. Я говорю, четыре тома прочитал. Советую всем приобрести. Но у кого нет, по одному тому. У нас они в библиотеке. Дело вот в чем говорит. Когда ты беседуешь, считаешь что-то. А потом с автором встретился. Он совсем не такой. Они лукавят. Он не говорит, что брешут. А лукавят. Но когда считаю Алтайский. Я считаю. И ничем не разница. Один и точно. Это каждый подчеркивает. Я никогда не искал благоволения человеческого. Вот мы здесь на кухне. Я делаю вам замечание. Делаю из этого урок. Смотрите, чтобы ничего не пропадало. Вы ответите перед Богом. Женщина одну спрашивает. У нее пять сыновей, что ли. Что вы желаете? Мира. У меня братья погибли. Пусть мы будем есть одну картопельную шалупайку. Называют это. Кожурки. На помойке собирать. Но чтобы дети были со мною. Тут все это понятно. И вот заходит человек. Он не видит или боится сказать. Ничего нет. Ясно дело. Особенно это женщины. Ох, как любят. Замечательно. А я пришел. Наседаю на них. И ни во что ставлю вашу женскую красоту. Прекрасный пол. Смертельный пол. И нашел я, говорит Соломом, женщину горше смерти. И всегда пишет. И прекрасный пол. Чем он прекрасен? Что умеет обольстить, в ад затянуть? Я не смотрю на это, поэтому вас учу, говорю. А почему люди не приемлю? А потому что это касается их. Дело в том, что здесь коронный стих из Ехилия 3.18. Если ты видел согрешающего и не обречил, не сказал. Но раз он во грехе был не обреченный, он умрет. Но его кровь я взыщу с тебя. Вот священник об этом говорит, не суди. Один говорит, знаете, как злать священников? Всех люблю, никого не осуждаю. Одним словом, без пробелок. Всех люблю, никого не осуждаю. Это означает злодей. Это означает бандит торгся туда. На его глазах люди погибают, они слова не скажут. Всех люблю, никого не осуждаю. Знаешь, что? Одним словом пишется где-то. А если ты верующий, ты должен говорить. Но дальше не говорится. Что если ты его обречал, а он не принял, то он погибнет. Но его кровь на его голове. А ты спас свою душу. Я пришел и обречил священникам друзей батюшки. А он не принял. И батюшка мне сказал, ну ты видел, что он не примет. Видел я или не видел, мне не дано видеть. Но я креститель видел, что Идрак не примет. Ну я судил, что у него горело. Но он взял при живом братье, жену отнял. А народ-то видит, как я вам грозно. Четвертого брака вообще нет. А то три жены были, внезапно умирали. Бывают такие обстоятельства. Четвертого в церкви брака нет. Дальше уже неистовство. А мусульман 4 это законно нормальный высший шип. Еще там этот разврат переносится в их понятие о царстве небесном. И один Бог у нас. Не один, а разный. Я попутно там все говорю. Разный. Наш Бог чистоты. А это находи другое имя. Ты хочешь похвалы? Ищи ее от Бога. Не бойся потерять общение. Но как сказать? Я прямой, я все в глаза скажу. О нет. Иногда столько приходится вариантов прорешить. Когда сказать? Где? В каком присутствии? Или отдельно? Иногда приходится уже решенное решение. Внезапно установка менять. Я его откладываю. Откладываю иногда очень на долгий срок. Но все делаю для того, чтобы он потом принял. А он все равно не примет. А вот теперь все. Я исчерпал свой ресурс. Я что мог сделал. А он не принял. Я тогда отхожу. Пророга говорит. Я обречил тебя, а ты не принял. Вторая прорапоминала. 25-16. И я понял, что Бог решил погубить тебя. И отошел, и все. Я вывод сделал, что Бог тебя решил убить. Я долго искал подход к тебе сказать, что это неправильно. Не будь упрям. Я надоедаю. У меня есть знакомый один. У него саркома была признана. И не один раз. И чудо Божье его исцелило. Я теперь считаю телефонный разговор. Не больше двух минут. Предельно. Пять раз за сутки. Итого десять. И говорят. Еще. Какой вред несет телефон этот. Только через 2-3 поколения обнаружится. Как на потомстве отражается. Я просчитал один раз. И все время удерживаю. Сиди. Постоянно я из банки иду. Мне вчера отважного человека, от которого я зависим даже. Звонит. Так. При встрече узнаете. Больше не звоните. До свидания. Вредно. Все кончилось. По скайпу зайди. Я там тебе напишу. Как есть. Я один раз услышал. И больше через эту грань не перелажу. Нигде. Бывает иногда. Бывает человек с таким горем где-то. И у него связи нет. Вот я уже делаю исключение. Меня за это судят. Вы слышите стихотворение? Говорит. Не суди о том, чего не знаешь. Что плетется по дороге нищий. И по нем от жалости рыдаешь. Он же отпрячет нож за голенищем. Не суди о том, чего не знаешь. Что душа суровая у брата. Ты его за это осуждаешь. У него же душа мир. Как охвата. Понимаешь. Это на наших глазах. Я вот сегодня вам это говорил. Вы много тратите. Вот подаете сразу. Суп горящий. Будьте осторожны. Наливайте. Сколько. Если ты не ел. То скажи. Ответьте половину. Раз уже набили. А то вот показывай над головой. Подними выше. Они так вот. Кто тебя видит? Выше головы. Второе половину. У нас в лагере за столом ни одного слова не говорить. 45 лет. Напротив каждого стола стоит дежурный. Лагерь был такой. Не было и не будет. А почему? Я скажу. В обвинение мне. Но это похвала. Сидят полковник милиции. Это КГБ. Величина. Тогда он был подполковник. Еще тут майор. Капитан. И все уже обо мне знает. Игнатий Терриевич. Вам бы только у нас работать. А. Так вы КГБшник. Он говорит о порядке. Который он увидел у меня. Он увидел строгость. Зыскание самого себя. В первую очередь. Я встаю во сколько-то. Я вхожу в это. И тебе говорю. Я не настаиваю. Вот сколько тратить на себя. Раньше, когда другие деньги были. Там 65-й год где-то. Я не знаю, что. 72 рубля получал. До Барнаула 2.30. А сегодня я не знаю. Сколько до Барнаула-то? Кто знает. Сколько билет стоит? Около 400. 500. А? Почти 500 рублей. Уже 500, да. Ну вот это теперь можно сравнить. Разделение. И сколько. Кирпич хлеба. Большой был. Сейчас его уменьшили. 16 копеек. У меня уходил. Я на стройке работал. Бетон катать на второй этаж. Это вообще работа какая. 9-11 рублей. На все. 9-11. Ну ладно. Еще там обо мне заботились. ФЗУшники. У меня хлеб лежит. Так они мышь убили. Между хлебом заложили. Чтобы с мясом было. Мои валенки лежат. Они их набили стеклом. И кирпичом забили. Ехать домой. А там в сапогах работают. Все это позади. И огонь. И воды. И медная труба. Были. По охвату. Фильмы снимали. Это меня не касается. Это их видение. Итак. Мы сегодня едем работать. Работать по-настоящему. На рыбалку. Взять всю посуду. Какая есть. Ледра. Даже поганые. Лишь бы не протекала вода. Вот. Вот. Мы очистим. Для того. Чтобы отвезти живых карасей. На рыжковский пруд. А остальное сюда мы дальше разберемся. Ты хочешь похвалу получить? От Господа получи. Человеческая такая ненадежная. Вот сестра сейчас подошла. Что-то такое. А это можно сделать? Уже звик. Она может и мужа не спрашивал никогда. Она такая грамотная. Такая веселая. Она хохочет. А я вчера в рот залез несколько раз. Еще хохочешь-то она. Ха-ха-ха. Ну вы же тоже что? Я улыбнулся. Правильник. Едва кротко улыбнулся. Улыбнется. Нечестивый смехи обнажает зубы. Зато он скажет. Ты хохочешь. И не думаешь, что сатана вскочит в рот в это время. И что ты пугаешь? Я договорил это? Да. Запомни это. Укроти себя. Иначе плакать будешь. Блаженно плачащее. И дальше. Горе смеющимся ныне. Я ничего не придумываю. Мы сейчас садимся за стол. Благодарящее Бога. Сегодня рыба разрешается какая есть. Все. Мещи. Теперь. Вот я натер. Показать вам. Самое мелкое. Надо первые пять минут съесть. Но я говорил уже больше. Так что какая есть. И вот сидит. Другой. Никита жил с нами. Вот я из-за стола ухожу. Вы будете тереть? Морковка есть? Все отвечают. Нет. У меня ни разу не было, чтобы я... Ну бывает. Может я даже не помню. Мы обязательно натерем. По перемену. Я не трут. Раз я здесь делаю, а не делаю. Но если уйду, морковка отдельно отошла от них. А я проще всего. Порезываю. Сварил. Проглотил. Она ничего не дает. В ней все выварено. Самое ценное. В человеке. Об этом. Во всем шлях вокруг человека. Северные народы как едят? Строганину-то работают. Они не варят. Так она строганиной называет. Понятно. Наоборот борозят. Мы вывариваем все буквально. И поэтому болеем. Потому что мы с природой не соединяемся. Я знаю, что русский антихристик Иванов. Паршек звали его. Парфирий. Но там есть истина. Главное, говорит, болезнь не впущать в себя. Мысль хорошая. Все, садимся за стол. Спаси Христос. Аллилуйя. Сейчас я пущу бабки дайте в чашку. И вы поедите. Я сидю малейночки обложу. Так. Пожалуйста. По полной ложке. Три морковки и сиропы. Поднять я отодвину. Надо далеко сидеть в поларке. Не забывайте зелень кладить разовую. Спасибо.